всем здарова ребят ну что как я обещал сегодня я вам покажу максимальную прокачку ну без 14 потому что я все-таки решил качнуть силу опять же не вижу надобности читать 14 качать 14 скиллы пока лучше докачать всех до предела а потом я буду уже дальше опять 14 в общем такая вот сборка 10 10 guard с а для максимального дефа плюс и соска является на сегодня топово также я по сравнению с тем что я вам показывал до этого видоса я доделал еще здесь добавил герои уклонения немножко и в итоге получилось вот такая вот сборка герой можно его собрать на уклонение фуловая здесь и так 8700 можно плюс 6000 добавить от потом но я хочу просто вам сейчас еще раз показать еще раз потрашивать я надеюсь мы сможем за атаковать да отлично поехали просто смотрите вот топовый дав да вроде казалось бы там тоже кстати он бард стоит но я вообще не понимаю нахрена барда сейчас ставить на деф он вообще ничего не решает дефе он чисто для по локации зефир тридцатый атакует потом носок ультист и землеройка и вот мы поставили просто питомца то есть это я вам запустил для того чтобы вы видели насколько герой топовой прокачки я вам показываю топовую прокачку потому что как обычно есть ребят такие вот у тебя донатный топ в это донатный игрой герой и это топовая донатная прокачка ну не максимальная еще я сделаю потом максимальную это судя не меняет в итоге что вы видите герой просто зависает на юнитах то есть если у вас юниты где-то стоят с краю там даже если из героя с воодушевлениями это все хрень он зависает он бьет одну цель он не бьет скил он соответственно он не активирует другие герои в единственное кто активирует это смотр у нас здесь есть смотр ну в принципе это все фигня и все и он просто проходит битву гильдию то есть этот герой окончательно его показал сборку вместе с выражаем вместе с оккультистом как проходится вместе с ними как они втроем взаимодействуют вот герой соло уже в более лучшей прокачки тоже довольно таки неплохо для битвы гильдий тащит то есть однозначно для битвы гильдий можно его использовать при правильном билде тащит тащит без супер пэта сто процентов изи разобрал просто просто налегке поехали еще кого-то поищем может с фрэнком кого-то найдем землеройка анубис мешания оба зефира нету и без зефира мне не интересно сложно найти топ нормальный отказ поесть мешание от фрэнк отлично может здесь его убьют я надеюсь что здесь его хотя бы ушатают до ушатывают ну как видите он потом постепенно плюс стрелок плюс фрэнк и он проседает вот здесь наконец-то он проседает но сейчас посмотрим я надеюсь его сейчас убьют быстрее мы попробуем потестируем его вместе с форожаем отлично убивает то есть такой вариант супер это мне нравится то есть есть хоть какой-то шанс но это один герой против идти плюс он смотрите вооружая просто нафиг слили такое ощущение что у меня вооружая вообще уклонения нету это один герой против 6 но уже действительно самых топовых убивают все-таки убивают ну это я думаю не проблема нифига себе вороже я просто считают хорошо не такой вариант берем меняем ставим другой вариант посмотрим как они будут справляться вот с таким вот 15000 поехали попробуем я надеюсь его сейчас не выбьют то есть да он кое-как убивается но все равно в той сборке которую я вам показал вчера и он где он где он чтобы никто другой не напал об этом такой вариант у добавили немножко уклончиком уже уже получше он все-таки стоит у нас здание неким теперь считать здесь прилетает абсолютно от всех здесь косма просто нас контрит у косма можно просто убрать отражалками дальше проходить то есть это не проблема здесь бьет фрэнк здесь бьет ворожей но все просто тупо шатают и вот вам результат ребят добавили немножко больше уклонения супер питомцем и этого героя опять слить особо не могут печально это реально это реально печально просто просто жесть ребят то есть как видите герои именно дефный именно классный дефный герой который будет многие локации портить я считаю особенно атаку фартов я надеюсь и изменят в следующем обновлении интересно просто как но и результат вот вам явный это командный герой у соло он понятно не должен быть это не тот герой вам просто показываю максималку этого героя чего он может достичь и для чего я вам сейчас покажу для чего он вообще нужен потому что многие по ходу вообще не понимают для чего этот герой вообще создан это не герой который бегает а мне для битвы гильдии он создан у создан для пвп локаций для пачек для усиления то есть такими героями как ворожай бард и оккультист вы делаете пачку которую нельзя убить я вчера показывал специально бегал по лабиринту кто хочет посмотрите лабиринт и в лабиринте там именно был он мешание именно бард там очень круто смотрится то есть связка героев там даже усиление идут героев намного сильней нежели в обычном бою и бард реально резает дает щит дает отхил и сам не убивается то есть это универсальная сет на универсальный триант то есть реально очень крутой герой которого не так просто слить то есть для битвы гильдии для восстановления он тоже реально крут единственные минуса какие видите это стан его можно застанет он не включит свою рисунку надо чтобы рисунка включилась надо чтобы он зарядился я попробую выражая закину я надеюсь и глубь бьют хотя у выражая больше лучше статой чем барда ну там супер под просто стоит и выражая не пробивают может пробьет то есть этот герой чисто вспомогательный а что по сборкам на сегодня реально многие спрашивают что ставит тому тому на сегодня в большинстве случаев топовые талант это озашка потому что она обеспечивает вам защиту от зефира вот другие героев и озашка ставится на героя которых иммунитет к молчанию именно эти герои вот у вас есть кроме еще этого оккультистов то есть на такие герои вставить его за плюс ссо для чего ставится ссо для того чтобы еще дополнительно понижать д и другие герои вражеские такие как там фрей это не остальные они наносили еще меньше дома она все суммируется все работает потому что многие зачем вот огненко зачем ставите со она все на практике уже давным-давно показано что все вместе суммируется и работает и дав получается вообще просто бомбический то есть если я сниму сейчас допустим и сос этого героя вы просто могут уж и тать за пару тычек ну в принципе можете посмотреть трио теста там показывал как снимается ссо и насколько даф режется священный суд будет лучше здесь чем обряд лечения объясняю почему когда герой включает свое умение именно умение там где он превращает урон в отхил этот отхил увеличивается у нас за счет именно холик инвикшн за счет суда вот на 140 процентов то есть соответственно когда у него автоматом включается его ну скажем так основной талант превращение уронов хп он отхиливает себя намного больше то есть не так как бы он отхиливал себя с обрядом лечения для отвлечения он должен бить а здесь именно у него талант включается независимости от того есть у него энергии или нет вот это самая имбалансная тема для этого героя почему он имбалансный потому что по сути превращение всего входящего урона увеличивается в два раза и этот скил включается независимо не от чего то есть он включается как у малыша не кого-то например то есть он включается можете пересмотреть видосы там ребята даже писали за моменты там и под станом видели ну я не знаю может это визуальный бак но исходя из этого этот герой получается неубиваемым делает ему однозначно уклонение потому что без уклонения не так а за и уклонение вроде не сочетаются но в полу ну в топах против топов это все отлично работает да это противоположное как бы уклонение и а за но на сегодня это самый идеальный вариант это дав плюс уклон плюс отражалка то есть лучше пока ничего еще и джинни ввели не придумали окей теперь поехали дальше поехали сбегаем в рейд ну вот опять же то же самое вогник вогник зефир оккультист дерева не дерево нам не надо надо что-то повеселей отключая на франка выпустил давайте здесь попробуем утра я вообще по нулям дамажит я вот не могу или это не фрейли этого голубь сам как-то вообще странно вот видите боится стана кстати можно сейчас посмотреть внимательно ну вот его этот он встань я не знаю не видно но где-то там было на видосах что именно в станем он включается не знаю но именно основное самое интересное это его основное умение то есть может у него его отхил не включаться но основное имени его работает даже без энергии вот это плюс поэтому такая сборка на сегодня является топово если брать по локации для чего вообще этот герой создан сюда вот кстати вчерашний наш друг на котором мы пробовали испытывали первое этом вот наши три его есть вот такое вот до сюда больше в принципе не надо ничего добавлять не поставлю так чтобы мы однозначно слились допустим против первой пачки тут у нас собран ворожай он культист у нас без то есть что вы видите герои друг друга дополняют и ворожай снимает молчанку как видим не молчанку этот не домогание то есть отхил которая нам режет оккультист то же самое он дает баффы охрененные вот только прошло сразу же снялась вот внимательно посмотрите вот такой плюсик отхил и кружочек и она только появилась сразу же снялась то есть это говорит о том что они снимают все дебаффы плюс хилят друг друга и плюс дают отхил но отхил и плюс накидывают щиты соответственно топовые там герои они не смогли меня убить то есть здесь у нас сейчас попробуем против этой пачки забежать первым этого вторым то есть это 5 против трех из вы к ним добавляете еще там зефира либо огника и у вас получается либо ту же самую фрею и зефира у вас получается просто неубиваемая пачка не мэри там но вот мэри тоже они не и чего не сделаю то есть тут столько именно отхила и разных тем что вот единственный вариант это космо который их контрит это вот здесь сейчас стоит слон то о чем я говорил который дает дополнительного уклонения ну питомцы не у всех плюс максимальный дайв и вот что вы видите ворожая зефир фрея там да или кто-то меня не вижу афина они нихрена космы они нихрена сделать не могут из герои как стояли так и стоят плюс вы можете еще добавить сюда два героя с какими-то особенными талантами и там чарами эмблемами питомцами которые еще дополнительно усилят эту команду и соответственно это приводит к тому что у нас в игре на сегодня дикий дисбаланс вы поэтому этот герой вот именно топчик вот для того он создан для этой локации для атаки фартов то есть именно там лабиринт тоже в принципе как вариант усиления новая локация тоже буду она у нас откроется завтра с утра я завтра пойду на следующий лавал я буду испытывать его там потому что он даст мне дополнительно и рез и дэв и отражалку посмотрим как это будет работать то есть в этом плане реально этот герой очень крутой использовать его на фарме в принципе я тоже буду я постараюсь записать вам волны с новым героем у меня есть интересная скажем так идейка то есть он точно такой же как оккультист и вам показывал оккультист плюс феникс я буду пробовать проходить волну потому что с него тоже можно сделать классного героя которого сложно будет убить вот вот такой вот видос ребят поэтому бард на максимальной прокачки он реально один на один может выдержать урон любого героя ему не страшны будут там зефиры и прочее я это уже показывал сейчас мы даже зайдем вчера показал нападем на мой твинг вот такая вот сборка за счет с ски именно за счет священного суда который увеличивает отхил дает возможность ему превратить входящий урон два раза больше то есть если вы прокачаете на семерку еще чару там вообще просто но он не сливаем и тут и шестерки в принципе хватает фрей ази фирс сейчас долбит кто там еще у нас есть тут без воодуши героя весят а уже показатель того что герой им балансный на сегодня то есть он вносит в игру очередную хрень так где там у нас вот зефир ну это просто вот смешно один на один тут мисс и понятно на стоповой прокачка но зефир здесь тоже нормальной прокачки 1313 тут за счет супер потом просто не убиваем она именно такая сборка героя благодаря айдиджи дает возможность проходить я не знаю сейчас можем забежать на подземке там он конечно нифига не делает как отвлекающий маневр даже самое весь входящий урон у него преобразуется понятно недомогание там и прочее но за счет уклонения какие другие герои ну просто будет кстати на нем должны сливаться я не знаю смотрим где там у нас стрелки есть и душики мне интересно посмотреть он тут вряд ли включится так выключится у него энергию забирает было бы неплохо если бы он включался видите там фоловый забор энергию ничего не сделает можно конечно попробовать поставить вариант железку посмотреть просто на набор будут ли они сливаться если он включится мало-мало-мало щит слабенький тут хилов героев больше будет тут лучше атланта проходить но сама суть что герой превращает весь входящий урон намного лучше то есть оккультист тот же самый который еще дополнительно может треснуть то есть для пвп локации это однозначно топ герой да он не дамагер но он делает не убиваемую пачку в этом его имбовость то есть это командный герой который просто делает чудеса которые я вам принципе уже показал в общем вот так вот пишите комменты ставьте лайки ждите новых видосиков с прокачками всем удачи всем пока а